Но никто не может ставить его на один уровень с Ахматом Кадыровым, потому что Ахмат Кадыров это совершенно другая история. Это человек, который перешел на ту сторону и стал сражаться с чеченцами. Бибулла Таймиев этого не делала. Суфийская ересь, она была и до Кадырова, за сотни и тысячи лет до него. Она всегда присутствовала. И суфизм является ересью. И это нужно будет признать. И нельзя будет оправдать суфизм, но при этом раскритиковать Кадырова. Так, это, кстати, важное очень сообщение. Я сейчас его попробую перевести на русский язык. И мы, наверное, с ответа на этот вопрос и начнем. Итак, Нихло говорит, что некоторые наши братья, он говорит, упрекают Кунта Хаджи и Таймиева Бибулата. Это известные исторические личности в нашей чеченской истории. И вот они, говорят, их порицают, их упрекают, критикуют и ставят их на один уровень с Кадыровцами. Точнее, с Ахматом Кадыровым на один уровень их ставят. Они, говорит, чисты от тех сказок, которые рассказывают кадыровские суфисты. Таймиев Бибулат и Кунта Хаджи, они, говорят, чисты от этих сказок. То есть, они к этому не причастны. Попробуй, говорит, людям этот момент разъяснить. На самом деле, это, знаете, очень такая сейчас опасная и тяжелая тема для нашего народа. Вопрос роли вот этих устазов в нашей истории, это очень такая щепетильная, так скажем, тема, потому что они на протяжении долгих лет, десятилетий, они считались святыми людьми. У многих-многих чеченцев, в особенности у наших отцов, дедов. Поэтому сейчас, когда кто-то осмеливается поставить под сомнение эту их святость, усомниться вообще в той стороне, которую они занимали в российско-чеченском конфликте, российско-кавказском конфликте, это вызывает, конечно, бурю негодования у людей. И в основном, особенно старое поколение, воспитанное на том, что это вообще неприкасаемые святые люди, они это воспринимают как вообще оскорбление чувств верующих, например, на таком русле. И здесь я бы хотел, во-первых, разделить Таймиева Бибулата, отделить его от кунта-хаджи и от остальных так называемых святых людей, устазов, авлияев, как их называют. Таймиев Бибулат – это совершенно другая личность. Он никогда не возводился в лик святых чеченским народом. Он просто был неким лидером в нашем народе в свое время и уважаемой личностью, но никак не святой, не непогрешимой, не ульяем, не устазом его никогда в нашем народе не считали. Это был просто один из лидеров, каковым был лидером, там, шейх Мансур, ну, как и другие наши лидеры. То есть, здесь очень важно в этот момент понять, что это все-таки немножко другая тема. Теперь, что касается самой личности Таймиева Бибулата, то здесь я скажу, что он... Ну, да, конечно, мы можем сегодня... Многие, я слышал, говорят о том, что он там тоже служил царю, он там с ними заключил какой-то договор, он у них там значился офицером, получал там довольство. Но я считаю, что это человек, который вообще никак не входит ни в какое сравнение с Ахматом Кадыровым. Бибулат Таймиев на тот момент, я так думаю, и это не лично мое мнение, я его тоже подчеркнул из различных источников исторических, я думаю, что то, что он тогда сделал, тот договор, который он заключил тогда с Россией, это совершенно другая вещь. Это не была оккупация Кавказа. Он заключил с ними договор, который... Затем он был все-таки нарушен, этот договор, как обычно он был нарушен России. И Бибулат Таймиев в данном случае, он неоднозначная, конечно, личность, и мы не можем его ставить на один ряд с шейхом Мансуром, на мой взгляд. Но и ставить его на один уровень с Ахматом Кадыровым мы тоже не можем. И я думаю, что в целом он, я уверен даже в этом, что он не был российским наместником на Кавказе никогда. Я не считаю его вассалом российской короны. Нет, это человек, который просто пытался заручиться хоть каким-то договором, чтобы Россия не оккупировала Кавказ, Чечню в частности, так как он был лидером именно у чеченцев. Здесь, я думаю, что неправильно его ставить с ними на один уровень. Хотя, конечно же, безусловно, однозначной личностью в истории, как шейх Мансур, допустим, он не является. Конечно, это то, что он с ними пошел на такую сделку, стал как бы его царским подданным, служить как бы в их армии, числиться в ней, хотя понятно, что он не служил. Это, безусловно, делает какое-то пятно на его репутации. Здесь мы не можем однозначно о нем говорить. И здесь имеет место дискуссия, споры об этом человеке. Кто-то может за это его критиковать, кто-то может этот момент оправдывать. Но никто не может ставить его на один уровень с Ахматом Кадыровым. Потому что Ахмат Кадыров, это совершенно другая история. Это человек, который перешел на ту сторону и стал сражаться с чеченцами. Бибулат Таймиев этого не делал. Бибулат Таймиев не сражался с чеченцами в интересах России. Нет, он не переходил на их сторону, предав своих товарищей. Он этого не делал. Он, будучи лидером у нас, он пошел на какую-то сделку с Россией. Эта сделка, да, она сомнительная, она неправильная, но это совершенно другой уровень. Это не Ахмат Кадыров и его предательство. Это, понимаете, совершенно другое. Никогда не забывайте, что Ахмат Кадыров это человек, который сначала призывал мужчин и женщин чеченских выходить на священную войну против России. А когда мужчины и женщины чеченские вышли на эту священную войну против России, он перешел на сторону России и стал убивать этих чеченских мужчин и женщин, которых он призывал на эту войну. Поэтому это вообще другая история. И его не нужно никак сравнивать с Бибулатом Таймиевом. Теперь, что касается Кунта-Хаджи, я бы не стал отделять Кунта-Хаджи от многих других устазов, так называемых Аулия, в нашем народе этих шейхов. Многие были на самом деле на этой волне. И я скажу, что мы потихоньку подходим к тому уже, как бы наш народ уже потихоньку становится готовым к тому, чтобы начать дискуссию по поводу этих личностей. Потихоньку уже мы вот, кто-то высказывается на эту тему, еще кто-то высказывается. И мы, люди потихоньку начинают осознавать, что да, это обычные люди, и их роль в нашей истории, ее тоже можно обсуждать, о ней можно спорить, ее можно анализировать. Они не являются непогрешимыми святыми людьми. И, соответственно, они могли совершать ошибки. И мы потихоньку к этому подходим. И сейчас я все чаще вижу, что по этому поводу высказываются, очень критически даже высказываются. Пока это делают люди без имен, не с открытыми лицами. Но, тем не менее, где-то в нашем обществе эта тема уже начинает обсуждаться. Я думаю, что мы в ближайшем, в ближайшее время мы подойдем к тому, что эта дискуссия начнется. И их роль в нашей истории, она будет оценена, им дадут оценку. Иншалла. Что касается твоего мнения, Нихло, я так понимаю, что ты все-таки сторонник того, что они были людьми святыми. Я с тобой не разделяю это мнение. Я не думаю, что все, что эти так называемые устазы и авлия, которыми я их не считаю, они не являлись никакими авлияными. В этом я на стопроцентно убежден. И я уверен, что мнение о том, что они были непогрешимы, и все, что сейчас творят кадыровские суфии, что это все к ним не причастно. Нет, мы все понимаем, что такого быть не может. И то, что сегодня пытаются назвать кадыровским суфизмом, на самом-то деле это не Кадыров придумал. Ничего из того, что сейчас происходит в суфийском обществе чеченском, ведь ничего из этого Кадыров не придумал. На самом деле все это существовало и до Кадырова. Просто сейчас это общество пользуется поддержкой Кадырова и, соответственно, это теперь вылилось на широкую аудиторию. Сейчас об этом начали задумываться. Но ничего из того, что они делают, это не появилось сегодня при Кадырове. Это было всегда. Наоборот, Кадыров даже некоторые вещи оттуда убрал. Из этого суфийского общества многие те вещи, которые они практиковали до этого, которые вообще ну явно просто противоречат религии. Он, наоборот, даже попытался их убрать, там что-то убрал оттуда, чтобы привести это в небольшое соответствие с исламом. Понимаете? Здесь поэтому не нужно это все списывать на Кадырова. Суфийская ересь, она была и до Кадырова. За сотни и тысячи лет до него она всегда присутствовала. И суфизм является ересью. И это нужно будет признать. И нельзя будет оправдать суфизм, но при этом раскритиковать Кадырова. Нет. Кадыров это всего лишь часть суфизма. И то, что с религиозной точки зрения у них есть величайшие заблуждения, в этом не виноват ни Кадыров. Кадыров всего лишь часть этих заблуждений. Кадыров всего лишь часть этого суфийского общества, этой суфийской ереси. Поэтому здесь я не думаю, что у кого бы то ни было получится оправдать кадыровских шейхов, при этом не оправдывая самого Кадырова. Субтитры создавал DimaTorzok